Два письма Николая Александровича. Это очень важно. Если говорить про Мичурина, он говорил об влиянии на неокрепший еще в своем виде гибрид. То есть гибрид 1, 2, 3 год до плодоношения. Выращены с косточки, с разными родителями. Так вот, такой гибрид еще не определился своими признаками и свойствами, и потому получит огромное влияние на него по двое, и тем более с целой кровью. У вас, возможно, несколько другая история. Значит, слушаем дальше. Если прививаете веточку с плодоносящего же дерева, и причем это дерево тоже прививка, и веточка взята опять же с привитого дерева, и так 3-5 поколений, то у вас уже, возможно, устоявшаяся сорта формы, и она практически не изменится от того, что привитого дерева подвой. Вот это мой огромный плюс. Вот. Теперь мы можем творить чудеса. Почему? Потому что что получал в мечуе, уже что получал. Ссылаясь на то, что не устоявшаяся сорта формы и подвой дикий. Вот. Смотрим дальше. Но это было бы, если привали абрикос на абрикос. А тут слива. Влияние сока другого вида растений очень велико. Согласен. Вы знаете, чем мне нравится Николай Николаевич? Вот. Единственное, что мне спорить-то нечем. Вот. Знаешь, человек. Вот. А я расшифровываю так. Вот смотрите. Когда начали переливать людям кровь, что такое группа крови, не знали. Взяли троим, перелили кровь. Один выжил, а двое умерли. Понятно. А теперь возьмем абрикос, кровь абрикоса и кровь слива. Конечно, влияет. Николаевич, вот видите, двумя руками за. Во многих случаях, вплоть до гибели. Особенно, если у слива будет выбор кормить чужой абрикос или кормить свою собственную крону. То, поверьте, слива выберет кормить свою крону, чем кормить чужеродную абрикосовую прививку. Что делать? Вот. Так. Осталось, что мы добавим. Что делать и кто виноват? Хе-хе-хе-хе. Что делать? Нет, у него наоборот. Кто виноват, а теперь что делать? Я бы удалил остатки сливы и оставил только прививку. Остатки сливы. Тем более, что вы ничем не рискуете, даже если абрикос не приживется. Сливы даст корневые отводки, вы сможете опять восстановить. Город Ишкарова. Так. Ну, слаб человек, Николаевич, смотрите. Я подобрал другую фотографию, но она погода не меняет. Для меня сливы на абрикосе и абрикос на сливе, это почти одно и то же. Слива Венгерка. Понимаете, о чем я сидел. Хотел тут одну разу привезти из области по половой жизни, но ладно, не буду. А кто-то скажет, что железы несерьезные через два года, а он все про то же. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну, умный поймет. И так, значит, это слива Венгерка. Мощное дерево, прекрасное урожае. Так. А привита была мной. Ну, грешен, грешен. Уже ты все чернобоем виноват. На черта он тогда взял на это. На абрикос начал у тебя в Венгерке привать. И заразил меня. Я-то сторонник чистой работы. Вот какой. Абрикос на абрикосе. Слива на сливе. А у меня черт попутал. А вместо черта выступил чернобоев. Что получилось? Если приглядеться поближе, да? Хорошо бы студенты такие вопросы задавали. Вот здесь можно где-то даже понять вот это место прививки. Чувствуется там где-то даже. Немножко фантазии вот место прививки. Мы видим, что это абрикос. Ну, уж поверьте мне, это есть искать. Но, Николай еще не обманешь, что абрикос не отличит. Это слива, это абрикос. Чья ветка? Ветка слива. Ну, правда, она появилась позже. Вот родная ветка слива, это из почки. Ну, люблю поговорить. А это, значит, из клетки. Чувствуете разницу? Ну, это студентам, чтобы морды, морды, и чтобы они наконец научились хоть что-то понимать. Представляете, те выпускницы, те мязники. Вот. Я был в шоке, когда их рассуждение почитал. Вот страшно. А здесь получается так. Если это место прививки, мы имеем что? Или просто абрикос, или химеру. И, Николаич, при всем уважении к вам, я должен был отрезать. Но что мне мешает отрезать? Первое. Я дальше еще покажу фотографии убедительно. Когда отрезаешь выпадлицо, получаешь страстную рану, и эта рана влияет будет и на подвой, и на прямой. То есть это место начнет вымораживаться. А про эти мязники этого не знают. И их преподаватели тоже не знают. А второй вариант. Тогда все-таки избавиться можно. Вот, например, здесь отрезать. Тогда вот этот пенёчек, который останется, будет играть роль пробки. Чтобы туда поменьше мороз проникал. Да, будет гибнуть, будет это. Но все-таки какая-то защита. Пусть даже сухая ветка, но защита. Вот. И я должен сказать. Мне один из вас прислал больше часа ролик. Вот. Я вам сказал, что я не буду его смотреть. Почему? Ведущий этого ролика. Мужик с бородёжкой. Я его хорошо знаю. Вот. Помните, я рассказывал на федеральном телеканале. Он взял ветку метра полтора. Сказал караул. На ветке зелёные листья. А время был июль. Нет. Август. Нет. Сентябрь. Но листья зелёные. И сказал, что мы будем сейчас готовить эту ветку в зиме. Я издаля начал. Как готовит. Раз она не хочет осыпаться. Готовится к зиме. Зелёная. И ещё раз говорю. В сентябре. Он взял вот так вот. Пятьдесят или сто листьев. Тррррррр-рррpp. И по его получается что? Что эти пятидесят или сто ранок. Пусть мальчики. Совершенно не являют. А эти ранки при... на почке прям. Вы хоть знаете что это? Почка и лист – это одно целое. Николай знает, с которым вот сейчас я как бы не дискутирую, наоборот. Это просто диалог двух близких по духу людей. А там получается, лист оторвал? А как? Я вообще думаю, ну ты специалист, ты из себя такого крутейшего строишь. Ты такие лекции читаешь. Ты можешь понять, что ты натворил. Это я отвлекся, но все равно к делу. Ты что, можешь натворить, когда ты вот это сделал, что теперь почки-то не вызовет. Листа больше нет. Фотосинтеза нет. Листа нет. А еще ему месяц-два. Только испугавшись, что он не успеет сам упасть. Но зеленый-то за что? И до зимы еще месяц-два. И живешь ты на Урале. Там чуть теплее. Вот это вот раз. И вот когда он мне, этот товарищ или подруга, как назвать-то, друг-подруга, присылает мне этот ролик, извините, я забыл кто. Вот. И там больше часа рассказ идет. И вот этот ведущий, который вот этот такой специалист. И там была сказана фраза. А я сказал себе, я не могу смотреть на давление. Я вижу эту физику, мне давление скачет. Я ничего не могу с собой поделать. Я деревья люблю. Я их боготворю. А здесь человек его исправляет лишь эту, как называется, эту природу. Листья помешали ему. Зеленая. И там прозвучала фраза. И он мне ее, раз я не отказался смотреть, он меня посетировал вместо них. Обрезка на кольцо. О, это классика современного садоводства. Вот это самая страшная вещь на свете, что и они теперь боготворят один из самых страшных смертельных приемов. Буквально. Не ведая, что творят. Вообще непонятно. И да, выращивают. Но иногда они растают вопреки. Не потому, что это пользу приводит. А именно вопреки. Деревья живут, человек не так просто убить. Но стараются же убивать. Часто получается. Даже чаще, чем мне. Получается. И вот получилось следующее. Последнее. Николаевич, для чего я взял и не стал еще отрезать? Совет хороший. Пусть, конечно, не на кольцо. Лучше бы раньше, когда только появился росток. Тогда можно было его просто даже обломить. Безобидно было бы. Но в это время я оставил. Почему? Я умирает любопустец. Вот. Вот. Видите? Это дерево. Я знаю, что оно дает. Оно изучено на год и до. Эта ветка еще не плодоносит. Это из скелетки. А у нее уходит 2-3 года на... Она растет с нуля. Если вот эта ветка, вот она. Видите? Вот это. Она сразу, раз, учитывая, что это... Допустим, ей 5 лет. Там больше идет. 4-3-2-1. И где-то там, где 2-1, в этом месте, на следующий год появляются эти самые плоды. А здесь нет. Надо лесу не ждать. А я все еще должен доказывать, что я не верблюд, что этот на самом деле никакой не жирующий побег, который я должен уничтожить. Я дождусь от него плодов. Я еще буду мордой у их, не вас. Тыкать, тыкать и тыкать. А вот это уже за пределами вообще садоводства. Почему? Это химера. А химеры не должно быть. Ее почему и назвали химерой? Что она должна появиться. Это смесь этих самых... Ну, допустим, как бы... Ну, грубо сказать, мы идем в магазин и говорим, у меня сок мульти. А в этом мульти виноград, может быть, груша, яблонио и абрикос. Что общего между ними? Ну, совершенно разное. Так и здесь. Назвали химерой, потому что здесь все гены поперемешаны. И вот тогда мне интересно, чтобы получить, вдогонку говорю, и эти плоды вот здесь вот, вот у этого, вот у этого. Потому что это не химера, но это проклятая наука, волчок, жирующий, бесполезный, ненужный. И я докажу, что он нужный. И вот этот вот я оставляю, хотя вы правы, дерево пусть уже без него обходится. Нечего этого, чтобы он лучше соки воровал у основного штамба. Вот, поняли, что я хочу? Это, это и это. Три варианта. А потом я буду смотреть, что лучше, что хуже. Какой зима, более зимостойкий. Где плоды крупнее, где слаще. У меня же тогда, это самое, слива на абрикосе, плоды дала в два раза слаще. До сих пор кусок стоит, правда, дерево погибло, некому было продолжать икрот. Вот это я еще сказал, так? И осталось мне полчасика на разговоры. А самое обидное, что мне кажется, я все время мучаюсь, мучаюсь, мучаюсь. А надо ли вот то, что я сейчас рассказал? А кому это еще интересно? Только мне и Песоцкого, Александру Николаевичу. Я даже не знаю, кому еще. Эх, мне бы трибуну. Вот. Приказуем порядке. Еще час побыть президентом. Собрать всех академиков, докторов наук. Посадить их не только, в зал бы все не вошли. Пусть бы дома. Пусть бы перед экранами. Но дали бы мне возможность выступить перед всеми учеными. Причем приказ такой. Попробуй только это самое. Потому что потом еще придется экзамен сдавать. А вы знаете садоводство по железу? Вот. А здесь, пожалуйста, элементарно. Боярка. У меня таких примеров сотни, но их надо знать все. И студент должен на. Боярка на груши. Ну. Сразу что режет глаза? Правильно. Высоко привито. Сейчас груши обгонят и погибнет. А пониже бы. Несколько лет в запасе было бы. Вы согласитесь со мной? Это все было проверено на сто раз. Смотрите. Постулат железова. Ребята, учеба. Чего вижу, потом пою. Постулат железова. Чем ниже. Это же я обосновываю. Это не просто ниже вот так. Вот. Не совсем удобно прививать. Чем ниже прививка, тем труднее подбою уничтожить чужеродный привой. Вот это я убедился. Я привал на высоте 10, 20, 30. 30 Самая ходовая цифра. Я даже знаю. Я не буду фамилию говорить тех, которые на том свете, которые первые произнес слово стадийность и давая 30 и точка. А люди поверили. А потом оказалось бито в голову нескольким поколением. Нескольким поколением. И до сих пор отказаться не могут. А я-то не знал. Эту стадийность я узнал уже потом, когда мне уже нельзя было переделать. У земли. Я себе представил, когда вот так случается, корни подбою принадлежат, корневая шейка подбою, и ещё здоровенный кусок штамба подбою. Чем выше, тем просто труднее. И сок выше подавать труднее. И тем выше, и тем выше, тем труднее ему прижиться. Потому что этот агрессор, он скорее вот тут ветки выпустит. Прав? Александр Николаевич, он ветки тут выпустит, а сюда растение захочет. А мы его пригвозили прямо к земле. Вот. И повторяю свой постулат. Чем ниже прививка, тем труднее подвою уничтожить чужеродный привой. подвою. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...